Друзья мои, всем привет! Мы начинаем новый объект. Дом, частный дом, одноэтажный. Площадь дома я пока не знаю, мы не уточняли этот момент. В общем, перед началом всех работ, которые будут проходить на данном объекте, нам нужно посмотреть, что мы здесь имеем. А именно, на полу у нас будет укладываться керамогранит размером 60 на 60, следовательно, нам нужно посмотреть плоскость, уровень, чтобы у нас не было завалов, ям, бугров. То есть плоскость должна быть ровная. Далее, вот эти моменты, где у нас идут выходы батарей из пола, вот эти вот, нам нужно переделать через стену. Почему нам нужно это сделать? Потому что, во-первых, когда мы будем укладывать керамогранит вот так, получается, вот в этом месте у нас будут подрезки. Это не очень красиво и неудобно. И непрактично в том плане, что когда вы будете мыть полы, вы всегда будете биться об эту трубу, следовательно, в этом месте вы будете мыть плохо. И вам будет неудобно. Поэтому делаем через стену, то есть задалбливаем. Это один момент. Далее. Ну, естественно, вот эти трубы там, где есть возможность, тоже лучше переделать. Если нет возможности, то уже смириться с этим и оставить так, как есть. Далее. Здесь у нас вот есть деформационные швы. Их тоже нам нужно как-то обыграть. Либо мы оставляем все, как есть, закладываем все керамогранитом. И через несколько лет, возможно, даже раньше, здесь у нас образуется трещина. Трещина может пойти как угодно, поломать плитку как угодно. Вот. Для того, чтобы это не было, нам нужно здесь либо сделать шов, уже сразу сломать плитку и оставить шовчик такой декоративный. И закрыть его силиконом для того, чтобы деформация во время эксплуатации была и плитка не трескалась. Либо использовать специальный материал для того, чтобы этих трещин в будущем не было. Но об этом мы будем говорить чуть позже. Я покажу вам, что за материал, как его наносить, как его использовать и что с ним сделать. Ну, то есть, всю эту информацию я сделаю в отдельном видео. Пока просто говорю три возможных варианта, как можно обойти данный момент. Пошли дальше. Вот такие вот выходы из дома. Здесь вот у нас должен быть порог. Но, тут вот есть такой момент. Дверь всегда стоит выше. Либо мы сейчас приподнимаем порог. Делаем здесь либо из плитки, либо из пластика. Либо любой другой возможный вариант. На уровень вот этого вот выхода. Либо мы подходим сюда плиткой. И, соответственно, как-то обыгрываем этот момент. Как мы обыграем этот момент, я тоже вам сделаю и покажу отдельно. Потому что эти моменты очень часто у нас встречаются в ремонтах. Поэтому нужно решить, какой вариант мы будем использовать именно здесь, на данном объекте. И, соответственно, вот эти батареи, их все желательно переделать. Ну, я уже об этом говорил. Здесь, в этих комнатах, на полах будет кварт-винил. Вот у нас керамогранит, который мы будем вкладывать. Белого цвета. Покрытие матовое. Так, ну, его я покажу вам чуть позже, более детально. Пока вот вся вот эта вот стенка занята именно вот этой плиткой. Так, здесь у нас, в общем, керамогранит для ванной комнаты. Это наливайка для полов. Это у нас клей, который мы будем использовать. Далее, в этой комнате у нас также плитка. Это у нас на тамбур. Так, вон там инсталляция, унитаз. Здесь у нас кварт-винил. Так, здесь тоже вот плитка. А здесь раковина. Ну, в общем, понятное дело, вот это все, что мы тут сейчас видим. Это все мы должны будем делать. Кстати, на потолках здесь будут начерные потолки. Ну, и стены, естественно, либо обои, либо краска. Далее, сейчас мы находимся в санузле. Здесь у нас санузел. Стены у нас здесь, перегородки, сделаны из газобетона. Отштукатурены в ванной комнате у нас с цементной штукатуркой. Как поведет себя цементная штукатурка в будущем, мы об этом не можем сказать. Так как не рекомендуется наносить цементную штукатурку на газобетон. Потому что, возможно, отстрел. Возможен отстрел, и местами просто штукатурка может отлететь. Здесь вот где-то уже образовались трещины. Но я думаю, с этим не связано, просто идет усадка дома. Дальше. Вот, в общем, здесь вот в этой зоне у нас будет раковина. Раковина у нас будет от стены до стены. Там будет устанавливаться раковина, либо она будет врезаться в саму столешку. Ну, соответственно, вот эти вот трубы мы тоже заштрабим, чтобы тут все было ровненько и не мешало ничего. Здесь в этой зоне будет инсталляция. Здесь уже вывели канализацию и подпитку заливной. Ну, здесь тоже все мы обыграем. Будет красиво, культурно. Здесь уже сделали гигиенический душ, выводы. И вот, смотрите, вот такие вот заглушки. Это краны Маевского устанавливают вместо заглушки. Это удобно в плане того, что мы можем открутить кран, спустить воздух и дать воду до этой водорозетки. Для того, чтобы проверить герметичность. И также, когда нам надо будет его подрезать, мы можем открутить, слить воду и потом уже открутить. Ну, соответственно, при установке смесителя. Вот, классная штука. Поэтому используйте вместо заглушки. Очень удобно. Далее, здесь вот у нас предполагается установить полотенцесушитель. Будет он лесенка. Размер пока неизвестен. Он лежит в коробке, я его еще не видел. Ну, в общем, вот такой вот полотенцесушитель высокий должен быть здесь. Ну, тут уже от застройки нам осталось. Здесь у нас душевая кабина. Также выводы сделали под смеситель. Здесь у нас канализация под трап. И вот смотрите, вот это место. Многие в этом месте делают бортик. Но мы решили, предложили заказчику, чтобы бортика не было. И вот отсюда прямо пошел такой спуск к трапу. Следовательно, мы будем здесь снимать небольшую часть основания для того, чтобы сделать уклон к трапу. Это будет удобно. Переходя через этот порог, мы не будем спотыкаться, ударяться. Просто прямо пройдем в душ. На потолке будет тропический душ. Спокойно примем в ванну. Ну, имею в виду, помоемся и уйдем. И не будем спотыкаться о порог, который, возможно, был бы здесь, если бы мы заказчику не предложили вариант без порога. Ну, все это, естественно, будет в процессе. А пока вот такой вот небольшой анонс того, что мы здесь планируем сделать. Ну, а самое главное, что бы я хотел вам показать, еще это сердце этого дома. Это котельная. Именно здесь и отсюда гонят воду по всем трубам, по батареям. В раковины, в унитазы, в батареи. Все отсюда. Все происходит именно отсюда. Это у нас котел электрический. Стоит он для резерва на случай того, если вдруг отключится газ. Это у нас котел газовый, двухконтурный. Отсюда у нас подается вода горячая в систему и также идет на отопление. Это у нас бойлер. Он тоже электрический. Здесь вот у нас аккумулируется вода. На тот случай, если отключат газ. На данный момент это у нас закрыто. Это у нас закрыто. То есть у нас сейчас все идет работа через газовый котел. Когда открываем кран горячей воды, котел автоматически включается и начинает греть воду. Если кран закрыт, то и котел не работает. Он работает на отопление. Это у нас коллектор. Здесь у нас находится гребенка с теплыми полами. Все отсюда расходится по дому по теплым полам. Он сейчас работает. Полы греют. Ну и тут, соответственно, в этом месте у нас вход холодной воды в дом. А здесь у нас автоматы. Вот так вот выглядит небольшое сердце небольшого дома. Как-то так. Начинаем, в общем, работать. Всем пока. И смотрите за продолжением работ на данном объекте. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok